Ответ на комментарий к моему предыдущему видео об израильско-палестинском конфликте. Для начала хочу сказать, что вместо Палестины я назвала Пакистан. Конечно же, это оговорка, но и до Пакистана дойдет очередь. Показывание мертвых детей и не говорить ни слова про других – это лицемерие. Богдан, кажется, ваше имя, Богом данной. Лицемерие – это когда газета Times опубликовала фото с огромным кричащим заголовком «Израиль показывает изуродованных детей», а под фото этих детей самым мелким шрифтом подпись «Палестинские дети». Таким образом кудется нужное мнение читателей. Не каждый второй читает еще что-то, кроме заголовков. Им понятно, что дети на фото, конечно же, израильские. Лицемерие – это обвинять меня в том, что израильтяне ржут под фото мертвых детей-палестинцев. В своем видео я обвиняю конкретно обе стороны. Если плохо слышите, плохо видите, купите слуховой аппарат, очки. Повторяю для вас специально. Не буду углубляться именно в разборке, кто виноват и кто не виноват. Обе страны совершают страшные действия. Лицемерие – это не замечать 8 лет, как убивают мирное население Донбасса. Ровно так же, как сделали боевики в Израиле во время нападения. Лицемерие – это придумать якобы слова Путина захватить Киев за 3 дня и назвать россиян фашистами. Вот столица Украины через полтора года российской операции. И вот день, один день операции Израиля в секторе ГАЗа. Лицемерие – это выделить 24 часа более миллиона человек на эвакуацию в секторе ГАЗа. Миллион сто тысяч. И тут же ударить по колонне мирных жителей, которые пытались эвакуироваться. Только сегодняшние новости – более 70 мирных погибших только в колонне. Так кто лицемерит? Ковровые бомбардировки города. 6 тысяч бомб выпущено Израилем. В голове не укладывается, как эти бомбы находят только террористов. Они убивают мирных в густонаселенном городе. Дома складывались, погребая детей и взрослых. Евреи воюют на Украине в рядах нацистов. Деды которых вешали опознавательную звезду на одежду евреев и сжигали заживо, если те уже не могли на них работать. Они лучше ли на досуге подумать, как такое возможно? Моссад, хваленая разведка в Израиле, стали перечислять, где и что у них задействовано, так легче пересказать фильм «Война миров». И вдруг проглядели, что террористы открыто готовились к нападению буквально у границы. Хотя ваши друзья, американская и английская разведка, только что фото Путина за завтраком не публиковали для украинских беспилотников. Зато теперь можно верещать на весь мир, что у Израиля развязаны руки. Уж теперь-то мы их всех поубиваем. Имеем право. Вы сами превратились в тех, кто вас уничтожал во время Великой Отечественной войны. Мне достаточно историй, связанных с Норвегией на моем канале. Но иногда вынуждает конкретно высказать мое мнение. Просто вынуждает такими вот комментариями. Из уже сказанного они выводов не умеют делать. Хорошо. Нападавшая на Израиль банда – террористы. А Израиль? Очень точно вот здесь изображена история образования Израиля по годам. Документально, я бы сказала. И очень подходящее описание Сергеем Кирпиковым в басне. Свинью однажды пригласили на торжество, на юбилей. За стол культурно посадили, шампанского налили ей. Свинья, конечно, очень рада. Она покушать любит, сласть. Немного выпила, так надо. И за еду она взялась. Салаты, первое, второе, напитки, все какие есть. Хлеб нарезной с черной икрою. Свинья лишь хрюкает, доест. Вот отдохнуть она решила. Прямо на стуле разлеглась. Ноги на стол она сложила и громко хрюкать принялась. Вот так и в жизни есть у многих. Свинью за стол лишь посади, а она без колебаний ноги на стол вам выложит свои. Продолжение следует... Продолжение следует...